Сломанные ветки деревьев, грязь на тротуарах и дождевые реки вдоль дорог. Ливень, обрушившийся на спящий город, внес свои коррективы в работу коммунальных служб. С самого утра на устранение последствий стихии вышли десятки рабочих бригад. Была привлечена специализированная техника. При очистке территории, на асфальте, на тротуаре, где скопилась большая грязь, была задействована механизированная техника, которая проходила и зачищала весь этот мусор и грязь. Ближе к утру все наши подрядные организации со всем этим загрязнением справились. Где-то к часам 10-11 город уже весь был очищен от мусора. А это дерево на улице Трудящихся, по словам местных жителей, сломалось от удара молнии. Из людей и животных никто не пострадал. В течение часа все ветки были убраны и вывезены с тротуары и проезжей части. По данным синоптиков, за два часа в Анапе выпала месячная норма осадков. Ливневая система спасла от подтоплений. Уклон города в сторону моря также сыграл на руку. Вода быстро ушла, однако, не бесследно. На пляжах дождевые реки размыли песок, образовались глубокие канавы. Но уже ближе к полудню все последствия ночной стихии были устранены. Прогнозы синоптиков не обнадеживают. Штормовое предупреждение сохраняется. В ближайшее время на курорте возможны дождь с грозой и усиление ветра, а над морем могут образоваться смерчи. Кроме того, на всех пляжах продолжает действовать запрет на купание в связи со штормом и сильным донным течением. Правда, многих это не останавливает. Однако спасатели предупреждают – заходить в море в эти дни опасно для жизни.